Kia Sorento 4-го поколения был представлен 2 месяца назад, пока кроссовер вышел только на корейский рынок, а российским покупателям придется подождать. Как стало известно порталу Автоньюз, в России новинка появится лишь во второй половине года. Других подробностей больше нет. Во многих странах главная ставка сделана на гибрид, построенный вокруг турбочетверки объемом 1,6 литра. К нам этот вариант вряд ли попадет. Еще существует бензиновый турбомотор, заменивший атмосферный V6. Плюс корейцы заготовили новейший турбодизель, а с ним преселектив вместо автомата. Добавим, что Sorento стал первым кроссовером, построенным на новой платформе. До этого свежую архитектуру примерили седаны Hyundai Sonata и Kia K5. Автомобиль чисто символически подрос во всех направлениях на сантиметр, хотя колесная база вытянулась сразу на 3,5, благодаря чему модель должна быть просторнее. В качестве опции традиционно доступен третий ряд сидений, но вместо трехместного дивана на втором ряду впервые можно будет заказать пару раздельных кресел. На многих рынках полный привод заявлен как опция, но для нас такой расклад не актуален. Скорее всего, в Россию привезут только варианты 4х4. Также стали известны российские перспективы обновленного внедорожника Kia Mahave, премьера которого состоялась прошлым летом. Сертификационные документы рамная модель получила пять месяцев назад, но из-за ажиотажного спроса на родине начало поставок отодвинуто до конца года. С Мохавом ясности больше, чем Соранто. Машина по-прежнему будет продаваться с единственным трехлитровым турбодизелем и восьмиступенчатым автоматом. Сборку машин освоит калининградский автотор. Завод наладит выпуск версий не только со сплошным диваном, но и с раздельными креслами на втором ряду. Другие подробности были раскрыты во время премьеры. Корейцы сохранили прежний кузов образца 2008 года, но передняя и задняя части были вскроены заново. По качеству интерьера внедорожник неожиданно дорос до флагманского седана К900. Также корейская марка заметно расширила список доступного оборудования. Есть изменения и в технике. Система управления полным приводом стала совершеннее. В рулевом управлении появился новый механизм, а подвеска была перекалибрована.